Всем привет! Вы смотрите Мелонрич ТВ. 1 июня в детско-городской клинической больнице имени Башляевой прошел первый ежегодный фестиваль безопасности и здоровья детей, целью которого стало объединить усилия врачей, родителей и общественности вокруг укрепления и сохранения здоровья нации. В парке Перетушинской больницы можно было не только получить консультации специалистов, но и принять участие в различных мастер-классах, сделать аквагрим и даже почувствовать себя настоящими спасателями МЧС. Этим детишкам еще больше необходима забота, внимание и чаще устраивать такие праздники, делать их не только в День защиты детей, а делать их постоянно, потому что есть действительно много желающих, много хороших компаний, которые готовы поддерживать. Соответственно, и мы со своей компанией, как Family Club, а семейный центр тоже готовы в этом участвовать. Знаете, чем больше у нас праздников, которых мы пребываем с детства, тем он лучше, потому что День защиты детей он был всегда. И не важно, защищаем мы с оружием в руках детей или приходим вместе со своими детьми в парк в этот день. Хорошо, что у нас есть люди, которые заботятся о детях, даже теперь на государственном уровне. И это очень правильно. У нас есть Павел Астахов, которого мы все прекрасно знаем. И этот человек делает реальные шаги к тому, чтобы мы не только 1 июня обращали внимание на детей. Помоги нам у кашка пройти сквозь лесок. Каково, на твой взгляд, значение детских праздников в больницах? Это творить добро, выступать надо, поддерживать детей, которые тяжело болеют, им надо помогать. У них есть какая-то мечта. Эту мечту надо воплотить. В больнице самое главное, чтобы она имела хороших врачей и хорошо квалифицированно предоставляла медицинскую помощь нашим детям, если мы говорим о детских больницах. Но, конечно, все-таки больницы у детей эмоционально с чем-то таким, ну не то, что негативным, но все равно дети боятся больниц, дети боятся врачей. Я свои ощущения помню. Поэтому, наоборот, очень хорошо, что на базе больницы вместе с врачами детки общаются, детки получают эмоции. Детки радостные, счастливые, шарики, мороженое, сахарная вата. Это, наоборот, очень здорово. Это сближает, ломает вот тот барьер между врачом и ребенком. Я считаю, что это очень замечательный праздник для всех детишек, не только для тех, кто сегодня находится в больнице. Но для них это особенно важно, что они тоже смогут принять участие, несмотря на то, что болеют. На самом деле, для нас это первый опыт, и я благодарна организаторам, что они нас пригласили. Мы поняли, как это здорово, замечательно важно, и важно для нашей компании дарить эмоции деткам. Поэтому я считаю, что для нас это станет хорошей, доброй традицией. Мне кажется, мы дарим всем улыбки, чтобы радость была у всех. Позитив дарим всем. Чтобы все улыбались, и было хорошее настроение, и вообще забыли о всех бедах, только радовались жизни и верили во все хорошее. Ведь всем известно, когда у человека улыбается, и у него хорошее настроение, это продляет человеку жизнь. Это ни для кого не секрет. И вот здесь сегодня, на празднике, я увидел много очень улыбающихся детей, веселяющих. Даже им просто вот сегодня раздавали мороженое, сколько было счастья и радости. Детям так мало нужно для счастья. Поэтому, конечно, мое мнение, таких праздников для детей нужно делать больше. Я считаю, что дети должны расти здоровыми, счастливыми. И мы, взрослые, все, что можем сделать для этого, должны делать. И я рад, что проводятся такие вот праздники, такие, как сегодня, где улыбки детей, где улыбки их родителей, значит, на их душах стало светлее, и в их сердцах стало радостнее. Это очень хорошо. Цель данного праздника – объединить усилия всех людей вокруг врачей, вокруг здоровья детей, чтобы дети, родители, общественность понимали, что здоровье, безопасность детей наших на первом месте. Что многие болезни взрослых берут свое начало в детском возрасте. Что если мы общими усилиями будем способствовать профилактике, предупреждению заболевания, то нам серьезно удастся снизить число заболеваемости, число инвалидизирующих состояний, количество травматизма. И самое главное, чтобы дети поняли, что больница может быть также местом, где делают праздник, чтобы всегда были ассоциации положительной эмоции с больницей. И понимали, что если даже в больницу они придут, то врачи и все, кто помогает врачам, сделают все для того, чтобы они не ощутили того, чтобы они были в больнице. Я считаю, что эти праздники в принципе необходимы, потому что дети должны видеть, что мы их любим, что мы нуждаемся в них так же, как и они в нас. Потому что мы когда-то сами тоже были детьми. И сегодня, приезжая на этот праздник, обмениваясь ими энергетикой, мы заряжаем их позитивом, который им в жизни очень и очень нужен. Когда происходит какой-то праздник, дети всегда счастливы, всегда улыбаются, забывают обо всех каких-то, наверное, болезнях, каких-то неприятностях. Поэтому для детей, мне кажется, праздник каждый день должен быть. Тогда они будут чаще улыбаться и будут счастливы. Для меня, как для артиста, очень важно поздравить любого ребенка. Я буду счастлива, если они будут улыбаться. Такой прекрасный день. Я хочу просто прикладывать руку к Дню защиты детей. И неважно, дождь. Сегодня прекрасная погода. Я безумно счастлива, что они танцевали вместе с Томоновой, что они умнички, талантливые. И я хочу, чтобы у них было все классно, все хорошо. Я считаю это правильным и стараюсь как можно чаще приезжать на такие мероприятия. Мне очень приятно, что мы с Женей записали такой прекрасный дуэт, как «Железные люди», потому что в этой песне есть мощь, сила, энергия на путстве. И такие важные слова, что один шанс в жизни есть. И люди, дети должны его использовать, должны бороться до конца. Праздники в детских больницах крайне важны. Хотя бы потому, что они помогают отвлечься от грустных мыслей и видеть вокруг себя радость, а не диагнозы. Это крайне необходимо в период реабилитации маленьких пациентов, когда постоянно нужно повышать их мотивацию на лечение и борьбу с болезнью. Оставайтесь в Мелон Рич, и вместе мы подарим детям еще не один праздник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok